Пункт первый. Предумышленное убийство. Присяжные признают Трэвиса Макмайла виновным. Этой фразы семья, друзья и сторонники Ахмада Арбери ждали долгие месяцы. Накануне суд штата Джорджия признал вину трёх мужчин в убийстве безоружного, 25-летнего афроамериканца. Это Трэвис Макмайкл, застреливший Арбери, его отец Грегори и их сосед Уильям Брайан. Все трое в феврале 2020 года преследовали Арбери, которого приняли за грабителя. Видеозапись на телефоне, на которой запечатлены погони и нападения троицы на Арбери, стала ключевым доказательством. Защита настаивала на том, что обвиняемые пытались осуществить так называемый гражданский арест и выстрелили, когда Арбери оказал сопротивление. Процесс вызвал в США ожесточенную дискуссию и о правомочности такого ареста, и о предвзятом отношении к афроамериканцам. Это была долгая, тяжкая борьба, но Бог милостив. Поначалу, в 2020 году, я и представить не могла, что этот день настанет. Один из лидеров движения за права чернокожих, преподобный Эл Шарптон, назвал вердикт символичным. Пусть по всему миру разнесется весть о том, что жюри из 11 белых и одного чернокожего присяжного на глубоком американском юге встала и сказала, жизни черных имеют значение. Мужчинам грозит пожизненное заключение. Теперь суду предстоит решить, предоставлять ли им возможность условно-досрочного освобождения. Субтитры создавал DimaTorzok